Новогодние каникулы – самое подходящее время для того, чтобы исполнить свою мечту. Например, ресторатор Владимир Владимиров много лет хотел отметить этот праздник на горной вершине. В этом году наконец-то запланировал такой отдых в Швейцарии. Мы первый раз хотели встретить Новый год за границей на горной вершине, потому что я люблю кататься на лыжах, и мои дети, к счастью, тоже это любят. Вообще, у меня мечта – отметить день на вершине, в Альпах, в каком-то ресторане в горном, чтобы ночью выйти, чтобы звезды. Отправиться на склоны руководитель проекта Шамани Иван Малтянский с семьей говорит, будут кататься в карнавальных костюмах. Мы вообще очень любим горные лыжи, то есть это часть нашей жизни. И у нас уже был опыт, что мы прямо в новогодний вечер, в новогоднюю ночь катались. Это незабываемое ощущение того, что так мало кто делает, и это нам приносит очень много радости, веселья, и мы переодеваемся в костюмы, какие есть, и фактически дает такой бодрый заряд энергии. Однако не все выбирают за границу или экстремальный отдых. Например, генеральный директор «Медведьхолдинга» Николай Бяков и его супруга Людмила приверженцы старых добрых традиций. Они будут дома. Супруги признались, что даже напекут пряников, чтобы развешать их на елке. Ее наряжают вместе с детьми и Хубяковых четверо. Самому младшему четыре, старшему двадцать девять. Папа обычно наряжается в Деда Мороза. А Саша узнает уже, Даша шепчет, это папа. А я им говорю, что Дед Мороз, в каждую семью приходит Дед Мороз, похож именно на папу, чтобы дети не пугались. Он волшебный, он становится похож на папу. Накануне Николай и Людмила поздравили и ребятишек своих сотрудников и вручили им сладкие подарки. А для малышей и клиентов устроили выставку новогодних поделок. Традиционное празднование выбирает и председатель совета директоров компании «Монолитхолдинг» Мамит Абасов. В связи с работой в Красноярске он бывает нечасто. До наступления Нового года обязательно должен увидеться с братьями, с родственниками, с близкими друзьями, наверное, где-то за день, за два. Сам Новый год я не помню, как женился я все время с семьей. Я думаю, в этом году то же самое, где-то ближе к 12-го уже дома у себя, справим Новый год. А потом после этого уже начнется хождение по соседям, соседи к нам, мы к соседям. Президент сети гипермаркетов «Армада» Константин Сенченко также выбрал семейное празднование. Предприниматель говорит, что все будет скромно. Мы все знаем, что Новый год надо встречать с шампанским, поэтому в 12 часов открывается шампанское, у нас стреляет, потом бьют куранты, телеобращение президента. Да, Дед Мороз уже принес, уже принес под елочку, положил ребенку подарки. Он написал такой большой-больший список, да, причем список такой был очень подробный, с описанием конкретных моделей игрушек, которые ему нужны. Дома или за границей, но для всех главное, чтобы родные были рядом. Для известных людей провести эти дни в кругу семьи и старых друзей самое главное. Современный ритм жизни делает эти мгновения все более ценными. Наталья Лефантьева, Анна Пыдак, Андрей Егоров, Афонтова Новости.